И в завершении выпуска о спорте. В Петропавловске стартовала спартакиада «Надежда» для людей с ограниченными возможностями. В ней принимают участие почти 300 спортсменов из всех районов области. В программе соревнований – пауэрлифтинг, легкая атлетика, шахматы и гонки на инвалидных колясках. На открытии соревнований побывала наша съемочная группа. Спартакиада «Надежда» проходит ежегодно, и с каждым разом в ней участвует все больше спортсменов. Их число уже близится к 300. Приехали команды из всех районов области. Первый вид спорта, в котором проявили себя спортсмены с ограниченными возможностями – легкая атлетика. Бежали стометровку. Наряду с любителями участвуют чемпионы республиканских и международных соревнований. Мастер спорта Республики Казахстана Калбик Ташмаков выступает за Есельский район. На чемпионате Республики он пробежал стометровку за 12,6 секунд. Когда-то свою спортивную карьеру он начинал именно с этой спартакиады. На данный момент я уже участник областной сборной Североказахстанской области. Здесь неоднократный чемпион Казахстана. Недавно ездили в Талдык-Руган на чемпионат Казахстана. Выступили достойно. Заняли общекомандное третье место. Хорошо себя показали участники и в пауэрлифтинге. Мужчины делали жим лежа, с каждой попыткой увеличивая вес снаряда. Ануар Магиев начал с 60 килограммов, затем поднял 70. На этом останавливаться не планируют. Четыре года участвую, ездил на республиканские, стал четвертым. 70 килограмм это участвует. Новый рекорд. Надеюсь, будете пойти дальше. В целом в программе спартакиада 8 видов. К каждому из них участники показывают свои упорства и силу воли. Готовились к соревнованиям серьезно. Кстати, один из участников спартакиада Сергей Харламов сейчас готовится к паралимпийским азиатским играм, которые пройдут в Южной Корее. С 29 мая по 1 июня Сергей Харламов участвовал в этих соревнованиях международных. 100-200 метров и прыжки в длину. Он выполнил классификацию и занял там вторые места. То есть, мы надеемся, что у нас уже четкий спортсмен. Спартакиада продлится два дня. Победители получат медали и кубки. В прошлом году лучшей стала команда Мамлюцкого района. Ольга Закаруйко, Желудосбек Ермуханов. Новости МТРК.